Продолжение следует... Думаю, никуда не пойду, никуда. А потом... Думала, думала... Так, это телевизор мой орёт. Вот. Думаю, завтра же выходной день на рынке. Надо будет куда-то в другое тогда место идти. Думаю, нет, надо идти. А я же... Вчера делала бутерброды. Я вам показывала в видео, какие бутерброды я делала. И они всем понравились. Всем, кто был у меня. Вот. Ну и... Что-то мы их так быстро съели. Чай у меня такой обыкновенный, девочки. Лисма. Лисма какая-то с какими-то добавками. По-моему, с этим... По-моему, с лимоном. Так. Ну и я уже очень чёрный стал. Очень стал чёрный. И думаю, пойду я всё-таки на рынок схожу. Замёрзла. Хорошо ещё кофту потеплее одела. Вот. Бальто я уже убрала. Ну, тепло стало на улице. Даже уже в жилетку перелезла. И куртку не одевала. Сегодня такой холод. Ну, а этот раз, думаю, вот хочу я. Хочу я опять этих бутербродов. Но купила хлеб. Вот такой вот вагончик. Обыкновенный вагончик. Ну, ничего. Вроде мягенький. Не знаю, за какое у них число. Но сегодня воскресенье. Значит, сегодня его не привозили. Это точно. Так. Годен до 29-го числа. Выпустили. Да. Вчера его привезли. Вот. Чёрный хлеб тоже вкусненько. Обжарить. Вот разрежу пополам. Обжарю. Купила огурцы. Огурцы купила. Ну, такие они. Вы знаете, такие. Ну, именно в этот набор яйцо, огурец и лук, они пойдут. Вот. Взяла два огурчика таких. И поставила уже, поставила яйца. Яйца уже поставила вариться. А лук у меня есть на окне. И я ещё купила 10 лучин. Потому что у меня есть ещё один такой контейнер. Вот такой коричневый, красивенький. Я его порежу. Да, жалко, конечно. Хорошие такие контейнеры. Но лук на окне, это милое дело. Сейчас бы он, разве он бы вырос бы на улице? Чёрта с два. Он бы замёрз и всё. А так я опять вот купила лучка. Такого вот формы, такой вот небольшой. И попросила, говорю, девушка, давайте мы с вами выберем лучинки. А его и нет на рынке пророщенного такого. Я когда сажала на огороде, я всегда весной, вот только весной сажаю лук такой вот. Раньше, девочки, конечно, сажала и сивок. И красненький сажала такой салатный. Ну, когда был муж, когда он копал огород, а я только занималась вот этой вот прополкой и посадить. Вот, вот, однако досталась у меня зелёненькая. Ну, я же это всё срежу сверху. Какую-то она мне мягкую положила. Ну, надеюсь, что она не будет порченная. Вот, ну и зашла. Сырочков нету. Максюша вчера как приходил, он говорит, ой, сырочек хочу. Я говорю, нету. Бабушка не сходила на рынок и не купила сырочков. Подорожали сырочки. Коровки. Уже теперь 57 копеек. А были они, были 50, потом стали 55, теперь уже 57. Ну, савушкин продукт. Ну, хоть 2 копейки, но добавили. Вот так. Да, надо с чайком. С чайком сырочек съесть. Баранков мне что-то... Так, закипели мои яйца. Надо сделать поменьше, чтобы они не лопнули. Вы когда яйца варите, вы сыпите соль? Вот, девчонки, пришла газетка. Пришла газетка, и вот она лежит, потому что я... Мы с вами давно не читали газету, я знаю. Но я её просмотрела. И сказать, что интересное что-то вам прочесть, я ничего не нашла. Весна, время запасаться витаминами. Петрушка, салат, укроп. Вот, я ещё хотела укропа сегодня купить, но что-то он мне не попался на глаза. Невозможно представить праздничный стол без ароматного укропа. Украшают салаты, горячие блюда, закуски полезными веществами. Природа наградила все части растения, поэтому для приготовления целебных отваров, настоев и экстрактов используют и зелёные листья, и стебли, и семена растения. Соцветие укропа содержит большое количество аскорбиновой, фолиевой и никотиновой, кислот, клетчатки, эфирных масел, каротина, кальция, калия, фосфора, железа. Укроп улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, устраняет вздутие живота, диарею, забор, нормализует обмен веществ, восстанавливает функцию предстательной железы, благотворно воздействует на нервную систему, избавляет от невроза и бессонницы. Растительное средство безопасное, мягко нормализует давление. Укроп гипертонику нужно есть как можно чаще. Свежую траву укропа можно добавлять в блюдо, можно употреблять отдельно. Перед едой полезно принимать измельченную траву в свежем и сушенном виде по одной чайной ложке, запивая полтора, одной четвертой стакана теплой воды. Ну вот, а я говорила, что почитать вам нечего. А тут смотрите, как интересно. Я даже и не знала, что в нем столько полезных веществ. Но тут еще есть про петрушку и есть про салат. Я раньше тоже, вы знаете, когда вот я говорю, выращивала что-то на огороде салат, я всегда сажала. И вот он первый, пока он молоденький, салатик. И знаете, какой делали салат? Это мама меня научила. Значит, салат, лучок, ну можно, если еще какие травки есть туда, это самое, огуречек, и вода с уксусом, с сахаром. Вот такая вот заправка. Именно вот с уксусом мне очень нравилось такое. Вот вкусненько это было. Ну а петрушка у меня там есть в огороде. Если он по осени там, по-моему, он не копал ничего по осени уже. Нигде ничего не делал. У него такая была мания. Если где-то сидит моя петрушка или щавель, ему надо обязательно это выкопать и выбросить, когда он сажал картошку. Вот. И я не знаю, осталось там у меня хоть немножко петрушки. Она ведь сейчас уже ее поздно сажать. Если она и будет, то она будет к концу лета. А в морозильнике у меня есть. У меня есть еще петрушки. Много-много наморожено. И в прошлом году я ее, конечно, всю оборвала. И наморозила. Смотрите, какая у меня красивая ложечка. Ложечка с морожечком. Вот. Так что я сейчас попью чайку. А потом, вот яйца сварятся, потом у меня вот в планах посадить лук и сделать бутерброды. И больше никаких планов сегодня. Я сегодня свободна. Видео я для вас сняла. Кофейный влог. Ответила на ваши вопросы. Тех, кто мне их прислал. Интересно было с вами поговорить. Рассказать вам. Ну, а сегодня я буду фильм смотреть. Сейчас я смотрю... А что я смотрю? Чужие грехи. Тоже украинский фильм. Вот. Немножко нудноватый. Нудноватый какой-то. Вот. Прямо тянется. Уже смотрю пятую серию. Нет, шестую даже начала. И как-то там совсем не двигается ничего. Но до восьмой серии, конечно, я досмотрю. Ладно, девочки. Ничего особенно интересного вам рассказывать. Вчера снег, кстати, шел. Вот погода. День тепло. Я уже надеялась, что все. Я уже с вами разговаривала в беседке. Думаю, тут сейчас возьму новую чашку, которую мне Инна прислала. Что-нибудь вкусненькое на нее положу. И буду болтать с вами в беседке. Так там хорошо. Все. Опять холодина. Ну, хотя что еще ждать? Апрель. Апрель еще. Еще и май может быть холодный. Тут всем сделали, не знаю, как в Беларуси, но россиянам-то сделали. Десять дней вы будете гулять опять, а? Какие у вас длинные каникулы будут. А что у нас в Беларуси, я не знаю. Прямо я и ничего не слышала. Хотя у меня какая разница, я-то гуляю все время. Уже сижу. Это дело сделала. То, что долго собиралась, сделала. Теперь я уже начала мечтать о том, как бы мне, куда это мне настроиться на отпуск. Ну, отпуск. А потом коту. Кота-котовича кому оставить? Кто будет кормить? Ну, соседка говорила, ты мою кормила, и я твое чадо буду кормить. Лену попросить пожить, а что толку-то? Или ездить ей, бог знает откуда. И у нее своя собака. Сергей, правда, еще не уехал. Ну, и я никуда не уезжаю. Я только мечтаю. Хотя уже куда, я знаю. И в какой, я тоже знаю. Вот. Но пока ничего не буду, вот эти секреты пока не буду раскрывать вам. Потому что, мало ли что, еще столько времени. Еще конец, только апреля. Ой, еще, еще дел будет до того, как. Золовка моя сейчас сидит у своей дочки где-то на севере. У них и в Москве, в Подмосковье квартира там они купили. Но они торгуют. Ездят, закупают в Москву. Потом едут куда-то на север торговать продуктами, вещами. Вот так вот живут, вот так зарабатывают. Ну, и Золовка моя, Алла, увезла мальчика. Ну, а наш внук растит здесь. И я так и не поняла. То ли она его уже совсем увезла. Он уже, сделали ему гражданство российское. То ли она просто его на какие-то весенние каникулы туда повезла. Привезет его обратно. Она написала мне, что привезет обратно в это самое, к концу месяца. Она приедет и придет и все расскажет, сказала. Говорю, ну так давай мы с тобой в июне куда-нибудь слетаем. Она говорит, нет, я пока не настроена. Говорит, я пока не настроена. Ну, я, в принципе, тоже еще пока не настроена. Если бы у меня были какие-то доходы, или хотя бы была какая-то работа такая вот, и заработок был, можно было, конечно, настраиваться почаще. А так только раз в год. И то, и то. Сейчас вообще подешевле, подешевле, подешевле. Нашла недорогой отель, но недорогой-недорогой, только называется недорогой. Расскажу попозже об этом, тогда, когда я буду точно знать, что то, туда, и как это все получится. Так, я с вами Ля-Ля, и чай мой остыл, и про сырок я забыла. Сейчас я вам покажу, какой сырок, девочки. Здесь вот коробка такой вот. Смотрите, какой он. Он не черный такой, вот бежевый, он такой вкусный-вкусный. Такой нежный. Такой тающий во рту. Бесподобный. У нас на базаре один магазинчик есть, где все подешевле. Ну, хоть немножко дешевле, чем в других магазинах. И там сырочков этих, их, наверное, 10 видов. Но вот из всех мне больше всего коробка нравится. Ладно, мои дорогие, надо заниматься делом. Поболтали немножко, поболтали, чайку с вами попили. Да, и яйца же, наверное, мои уже сварились, правда? Будут заниматься. Очень хочется бутербродика. Я потом сделаю и вам покажу. Все, девочки, все дела сделаны. Лучок приготовила, обрезала. Сейчас только сюда осталось налить водички и поставить на окно. И ждать, когда же он пустит свои зеленые стрелочки. Потому что от того, который у меня уже есть, я уже несколько раз чипала оттуда. И там осталось очень мало. Вот. И вот такие вот бутерброды. Как-то вам получше показать, даже не знаю. Вот. На черном хлебе. Очень вкусно. А еще, знаете, какие я люблю бутерброды? Но это уже на батоне. Батончик тоже обжаривается, натирается чесночком, мажется майонезиком. И мелко-мелко режется яйцо. И посыпается яйцом. В яйцо ничего не добавляю. Просто сваренное яйцо. Чесночок там уже есть. Тоже получается вкусно. Давно-давно не делала такие бутерброды. Вот я так не делаю, а потом он на меня нападает. И я начинаю вспоминать, что же я раньше делала. И хочется сделать. Вот. Я думаю, что с черным хлебом. А с черным хлебом я обычно люблю больше вот эти вот, девочки. Вот эти вот краешки. Черные горбушечки эти. Как вкусно хрустит. У меня еще чайок есть. Ммм, как вкусненько. Соль я сегодня не забыла. Все. Буду пить чай с бутербродами. Приятного мне аппетита. Ну и вам, если вы сейчас кушаете. Продолжение следует... Продолжение следует...